Сейчас выступает человек, который у нас на сцене ГМП это делает в 20-й раз. Поэтому он не первый стоит. Нет, вообще, в целом. В целом, в целом, вообще за все время. Вот поэтому предвидел, кто впервые видит Александра Гансиева? Ну, просто естественно. Прекрасно, очень хорошо. Отлично, давайте сейчас громко обладать сменниками. Это сейчас, если там, я встречусь лучше. Добрый вечер. А, мир невозможно остановить. Я уже вышел на сцену, он все еще продолжает. Я мой Александр, я занимаюсь продвижением социальных сетей. Я живу в последнее время 10 лет уже в Киеве. Попробуем рассказать, что-нибудь интересное про социальные сети. Мне, товарищ, там мое выступление займет по времени 30 минут. И за эти 30 минут часть времени нужно уделить на вопросы-ответы. Сложно чему-то научить за это время. Я попробую с вами разобрать несколько кейсов. Которые были у меня в области именно на территории Кишинова, на Логово. Попробую с вами провести не один небольшой эксперимент. И я ответил на ваши вопросы. Вот такой вот у меня план. Для начала я хотел спросить вас, чтобы вы подняли руку тех, кто из Facebook. Но бессмысленно это делать, потому что Facebook наверняка есть все. Поэтому я знаю, что не будет. Поднимите вас на строк и тех, кто Facebook представлен как бизнес. То есть у вас есть какой-то проект, бизнес-идея, и вы продвигаете его, что-нибудь делаете в Facebook. А, примерно половину, половину аудитории. Хорошо. А еще для интереса в Instagram. Кто продвигает что-нибудь в Instagram, какую-то идею? Ага. Наверное, те же люди, да. Значит, мое выступление сегодня называется «Социальные сети. Это новый черный». Кто-то знает вообще выражение, такой фразеологизм «новый черный». Кто-то слышал когда-то это раньше? По неделю кто знает, что это значит. А, совсем мало людей, я объясню. Это модная такая сейчас фраза. Дело в том, что когда-то черный цвет в одежде, он был очень непринятым, да, как ходили только священники и на траву. И потом, в какой-то момент времени, черный цвет в одежде стал очень модным, но он уже не выходит из моды, уже моды десятков лет. Следовательно, когда мы говорим про что-то, что это является новым черным, мы подразумеваем, что это не выходит из моды, то есть это так же, как черный цвет в одежде. Следовательно, это что-то такое must-have, то есть то, что нужно действительно употреблять, уметь делать, вести и плохо с микрофоном. Очень много. Так лучше, да? Следовательно, попробую вам сегодня привести несколько примеров сложных каких-то, или не сложных, обычных бизнес-задач, которые мы решили при помощи социальных сетей. Но не напрямую. Почему не напрямую? Дело в том, что социальные сети – это такая штука, где очень быстро можно получить какой-то результат, даже не имея определенных глубоких знаний, глубоких знаний или каких-то там афишек. То есть, условно говоря, мы создали страницу Facebook, оформили ее, использовали какую-то интересную обложку, аватарку, сделали описание, написали какие-то посты, продающие про ваш товар, про ваши услуги. Немножко об этом рассказали и нажали кнопочку «Продвигать». Выбрали аудиторию, и этот пост показывается каким-то людям, в Кишиневе реклама стоит совсем недорого, следовательно, высорали и получите уже какую-то определенную эффективность, какой-то результат. Тут следующий шаг после этого возникает вопрос, где же найти целевую аудиторию, то есть, где мне найти людей, которым будет интересна конкретно эта услуга. Передумаю один пример. Обращается ко мне девушка, она владелец салона красоты, и у нее такая интересная услуга изнутри ее салона, она обучает других девушек наращиванию ресниц, и самое главное в ее бизнес заключается в том, что она продает им ресницы. Ну, ресницы такая штука, их можно продавать, оказывается, я тоже этого не знал, вот, то есть, им нужны были те люди, которые занимаются наращиванием ресниц, и им нужно было продавать эти ресницы. Она обращается ко мне, говорит, где мне их найти. А знаете, в Фейсбуке нет такой галочки «Показывать рекламу тем, кто занимается наращиванием ресниц», да, то есть, как бы, просто так это не настроить. Вот, ну, вот это вот ваша версия, есть ли у кого-то мысль, как можно в Фейсбук найти человека, который занимается наращиванием ресниц? То есть, как бы, B2B, да, у нас бизнес для тех, кто делает бизнес на этом. Ну, давайте так, сейчас вернемся. Первая мысль какая? Можно показать миллионы человек, да, заплатить за это 10 тысяч долларов, показать миллионы человек, из этого миллиона человек найдется 15 тех, кто наращивает ресницы, вот, да, и мы им продадим эти ресницы по столе, и вот, как бы, вот такой вот бизнес. И еще, интересы, да, вот вы предложили вариант, какие интересы? Психология? Косметология. Ага, косметология. У Фейсбука интересы работают следующим образом, они работают очень интересные, когда вы указываете какой-либо интерес, например, автомобиль, да, какой-то, или, например, интерес указываете кофе, то вы, человек попадает под интерес кофе или под интерес автомобиль только в двух случаях. Первое, либо он лайкнул страницу, которая относится к такому типу компании, то есть, например, вы лайкнули страницу «Нес кафе», и он думает, что вам нравится кофе, хотя он пойдет. Он понимает, что «Нес кафе – это не кофе», или второй вариант вы лайкнули какую-нибудь кофейню, какую-нибудь, ну, что-нибудь подобное, да, он думает, что у вас интерес кофе. С косметологией те люди, которые лайкнули косметические бренды, какие-нибудь обронные гиганты, и далеко не многие из них, точнее, не понимают, что вообще никто из них практически, да, не занимается этим бизнесом. Мне нужно было вот это уже столкнуть с этой задачей в лап, и я не знал, как очевидно ее решить, и вот этому мы приняли такое очень интересное решение. Я как раз перед этим посетил небольшой тренинг, где выступал очень интересный спикер, он рассказывал про то, что такое социальные связи. Социальные связи – это такая интересная штука, она, это психологический такой инструмент, он говорит о том, что люди очень сильно похожи на тех людей, с которыми они общаются. То есть человек, например, склонен к лишнему весу, если у него в его кругу община много людей склонен к лишнему весу. Человек склонен курить, у него даже свои предпочтения по фильмам, по музыке, по одежде, в зависимости от того, в каком кругу он общается. Проводили американцы многотысячные исследования, они выявили эту штуку. Так вот, внутри этих социальных связей работает классный психологический инструмент. Он заключается в том, что люди хотят помочь другому человеку, которого они знают, или порекомендовать его, даже в зависимости от того, не зная, какую хорошую или плохую услугу он оказывает. Передем пример. Я вам сейчас рассказал про то, что я занимаюсь социальными сетями. И вот какая-то ваша знакомая, а вы понятия имеете, как я это делаю, качественно, некачественно, профессионально, ну наверняка профессионально, если я держу микрофон в руках, да, но опять же не обязательно. Значит, какая-то знакомая спрашивает вас, не знаешь никого, кто занимается социальными сетями? И вы такая, типа, хочется же помочь знакомой, да, то есть как бы вот это вот ощущение, что нужно быть полезной, и вы вспоминаете, да, знаю одного, сейчас вспомню, как зовут, и даете рекомендует этого человека. Вот мы воспользовались таким же инструментом, сделали такой пост на нашей фейсбук-страничке от этого своего красоты, и написали, «Дорогие друзья, поднимите, пожалуйста, в комментариях тех, кого вы знаете, кто занимается наращиванием ресниц, есть для них суперпредложение». И дали бюст, то есть дали продвижение именно этой публикации. Что произошло? Найти человека, который занимается ресницами, довольно-таки сложно, но найти человека, которому деланы ресницы, а их сейчас, ну не сейчас вообще, в принципе, да, их достаточно много, следовательно, будет значительно проще, и этот человек, желая помочь своему мастеру, она, конечно, есть интересное предложение, так это интересно, и она так говорит в комментариях. И в итоге у нас под этим постом было несколько десятков, порядка 50 комментариев, где тегнули этих мастеров. А дальше уже в ручном режиме мы этим мастерам делали предложение. Вот такой вот необычный кейс, он, конечно же, не масштабируется, то есть в случае, когда он купил какую-то другую, более общую услугу, он не сработает, но вот конкретно в данном случае сработало интересно. Расскажу еще один кейс интересный, опять же, по поводу, значит, вот такой вот работы с социальными связями. Открылась клиника, точнее, это не клиника, значит, диагностический центр в Кишинево, называется «Анальфа-диагностика», и, ну, то есть туда люди приходят, сдать анализы, направление от врачей на получение назначенных анализов и так далее. Вот нужно было продвинуть этот центр. Пробовали, они разные, баннерную рекламу, контекстную рекламу, она тоже работает не очень хорошо в данном случае, потому что не очень много запросов, это то, о чем говорили перед этим. Даже попробовали на одной конференции, раздавали карточки на 20-процентную скидку, и там было 500 человек, и ни один человек не пришел ни с одной карточкой. То есть эти все инструменты не работают, особенно вот эти BTR инструменты, то есть когда человек непосредственно соприкасается с брендом, они с каждым днем работают все хуже и хуже, эффективности все меньше, попробовали через социальные сети, и через социальные сети получилась такая вот очень интересная штука. Когда ты делаешь просто какую-либо публикацию, то есть о том, что вот открылся какой-то новый диагностический центр, или вот какие-то услуги, одно, второе, третье, ты показываешь это людям, показываешь это большому количеству людей, но люди не вовлекаются, им неинтересно это, если в данном момент времени человеку не нужно в ближайшее время эти данные анализы, соответственно для него это не будет цеплять, мы попробовали сделать это по-другому, сделали на примере видео. Вообще, если бы меня сейчас спросили, какие два самых основных инструмента работы в социальных сетях, то один из них обязательно это был бы инструмент видео, потому что видео продвигать в Facebook значительно дешевле, чем продвигать изображение, во-первых, во-вторых, видео оно работает следующим образом. У человека, когда он смотрит на изображение, сразу же возникает впечатление, что это его хотят донести, потому что очень короткое время, когда человек может принять решение, когда он смотрит на картинку, за 2 или 3 секунды он понимает конкретно, что ему предлагают и что от него хотят. Видео требует немножко больше вовлечения, а что там показывают? А, просто я смотрю, как взгляд переключается на экран. Видео требует чуть большего вовлечения, но мы использовали видео, обязательно такой фактор, работает очень хорошо, запомните, возьмите себе на выражение обязательно. Человек всегда продаст лучше, чем продаст компания, то есть человек всегда продает лучше. Если у вас есть компания, то обязательно на своих страницах в социальных сетях познакомьте свою аудиторию с девочкой с рецепцией, если у вас, не знаю, с фитнес-клуб, со своими тренерами, если у вас какой-то медицинский центр, познакомьтесь с своими врачами. То есть чем бы вы ни занимались, познакомьтесь с конкретными людьми, которые работают там. Разместите фотографию этого человека, дайте несколько рекомендаций, значит, про то, чем этот человек может быть полезен, как к нему можно обратиться, и вот этот инструмент продаст лучше. Что мы сделали? Мы сделали серию видеоблогов, около 20 роликов, разместили на Facebook, дали совершенно небольшой буст, то есть финансовое продвижение этих роликов, и получили достаточно большой охват и большую вовлеченность, и к этому видео мы видели комментарии, видели запросы. Если у меня останется время, я вам покажу несколько кейсов, когда я их подготовил, у меня есть в закладках, только у меня ноутбука нет. Значит, еще один интересный пример, опять же, стоматология. Тоже клиника стоматологическая в Кишиневе, называется она «Энкадент». А в этой клинике, ну, то есть даже не разные люди, которым нужны зубы, при том, речь идет не о стандартных стоматологических услугах, там, типа пломба и так далее, а более как бы других услугах, например, таких как виниры, керамика, металлокерамика и так далее. В Facebook живут такие галочки, человек хочет себе там идеальную улыбку, да, а еще вторая галочка, она сейчас у него не идеальная. Вот, да, в своем деле нужно было найти этих людей. И мы решили сделать это следующим образом, тоже разместили видеоролик в стиле стори-тейлинг. А можно включить, и давайте, наверное, подойду, покажу вам, как это выглядит приблизительно, потому что все-таки лучше визуально видеть. У меня, кстати, даже есть презентация. Вот она, это было начало, я сейчас должен был выступать, пока там было начало, но спасибо, что вы или ставите мне презентацию, помощник. Вот такой бы видеоролик, приблизительно, не знаю, будем смотреть или нет на 40 секунд? Да, давайте тогда посмотрим. Есть была допущенная ошибка, кстати, сейчас расскажу, какая. В видеороликах не надо использовать вот таких вот заставок первоначально, ну, типа там название клиники и так далее. Почему? Потому что у человека очень быстро нужно принять решение, ну, это интересно, ну, интересно, а там еще и музыка есть, если... Если получится. Вот, человек должен вывести от ленты, у него, скорее всего, автоматически начинает проигрывать видео. Когда она на него проигрывает, он сразу же вовлекается, ему это интересно посмотреть, либо не интересно. О, просто он громче. Значит, ему это не интересно. Вот такую вот небольшую историю, да, этот ролик в стиле стори-теллинг. То есть мы рассказали до ситуацию, рассказали ситуацию после, рассказали о том, что из себя представляет эта услуга. Очень коротко, на 40 секунд. И попрошу обратить внимание у вас на количество комментариев. Здесь их там около 80. И комментарии в стиле сколько стоит, сколько стоит, сколько стоит и так далее. Что потом делать с этими комментариями? Итак, вопрос первый. Нужно ли сразу же в комментариях ответить, за сколько стоит? Поднимите руку, кого раздражает, когда, не говоря, сколько стоит, а пишут ответили в директ. Поднимите руку, кого это раздражает. Так, это раздражает меньшую половину зала. Кому это нравится, поднимите руку. Так, один человек, да, три. Ладно, поднимите руку, кто никогда не поднимает руки. Есть такие люди? Да, такие люди тоже есть? Хорошо, мы вас запомнили. Значит, почему люди отвечают в директ, большинство фирм, бизнесов, отвечают в директ, а они отвечают в комментариях? Вот как вы думаете, почему, с чем это связано? Высокая цена. Высокая цена. Так, запомним этот ответ, сейчас мы вернемся еще. Конкуренты что? Говорят, узнают вашу цену, они могут и так позвонить узнать. А, он не может, но он может огнинку, 300-800. Да, в личном сообщении, что пишут, начать консультацию. Чтобы начать консультацию? Прямо в личном сообщении? Типа, сфотографируйте свой правый, третий звук. Начать общение. Начать общение. Наладить контакт уже хорошо, близко, да. Если первые комментарии есть, кажется, мы больше не будем читать комментарии. Это раз. Сейчас объясню, секундочку, запомните. Это раз. Во-первых, как только ты написал одному, сколько стоит, все остальные, как они говорят, я не прочитаю. Ты им даже написать, сколько стоит, сколько стоит, ну, бессмысленно. Понятно, да? Во-первых, ты создаешь этот искусственный ажиотаж. Может быть, не искусственный, но тем не менее, ажиотаж. Люди в комментариях начинают писать, и они один видит, второй, третий, потом один приходит мимо, смотрит 20 комментариев, говорит, да, почитаю. Смотрит, все спрашивают цели, да, и я спрошу. Может, там как-то бесплатно это или очень дешево. Этот искусственный ажиотаж создается, и ты превращаешь этот комментарий в переписку. Так, это был первый правильный ответ, еще, да. И ты, получение лидов, это аудитория, которая хочет. Да, совершенно верно, я немножко раскрою ваш ответ, если вы не против. Мы берем этого человека, мы начинаем с ним переписываться. И, опять же, как сделать правильный продавец? То есть, большинство продавцов неправильно, особенно вообще, в принципе, на всех рынках, вне зависимости от страны, продавать люди не умеют. То есть, что сделает 909% продавцов на вопрос, сколько стоит? Вот вы сейчас ответьте себе в голове, что они сделают. А я вам скажу, что они сделают. Они сделают следующее. Я напишу цену. То есть, большинство продавцов на вопрос, сколько стоит, пишут 150-300, например, да. То же самое, все равно, к красоте, сколько стоит укладка, она пишет там 500-800 лет, ну, например. То есть, вне зависимости от того, значит, какая-то услуга, большинство продавцов неправильно. Продавцов сделают, они будут прекрасными мастерами, великолепными стоматологами, но они не продавцы. Что сделает правильный продавец? Правильный продавец начнет задавать вопросы. Притом, обратите внимание, я сейчас не говорю про впаривание. Есть такие люди, которые впаривают, впаривают, потом ты приходишь на встречу, например, на бесплатную консультацию, не зная цену, да, это уже впаривание, это уже нехорошо. То есть, надо взять вопрос, и как ты можешь, например, назвать стоимость услуги, когда ты не знаешь, сколько конкретного человека, сколько ему нужно сделать, допустим, виниров этих, да. Потому что там один винир от 150 евро, следовательно, там 5 виниров, это уже там кругленькая сумма, там 750 евро, а в зависимости от количества меняется цена. Ну, нужно спросить ему, ну, спросить даже прикольно. Не спросишь же, ты считал свои зубы, да, то есть, как-то нехорошо. Надо спросить, например, а вы пробовали улыбаться и посчитать, сколько зубов у вас видно. Ну, не надо же все делать дорогие зубы, можно сделать только при улыбке. Когда вы начинаете с человеком общаться, я сейчас привожу пример, или мы, допустим, салон красоты, и все спрашивают, сколько стоит покраска, и там, типа, 500-3,5 тысячи, это неправильно. Спросите, а какой длиной у вас волоса, понятно, нужно на аватарке посмотреть, но лучше спросить, какой длиной у вас волоса. Он говорит, а какого цвета, когда по словам раскрасились. И здесь же интересно, то есть, вы, во-первых, сможете точнее назвать СО, а во-вторых, как бы человеку хочет, ну, про себя человек любит разговаривать. Даже не встречаешься с любым бизнесменом, что бы ты ни продавал, я, например, продаю продвижение в социальных сетях, не встречаюсь с бизнесменом, вместо того, что это один вопрос про его бизнес, а вот расскажите, где вы находите клиента, и потом его не остановить. То есть, он начинает про свой бизнес, говорит, так же человек с удовольствием будет рассказывать про себя, потому что, знаете, вот зубами все хорошо, может, мне не нравится тут то-то, то-то, и он будет рассказывать, это вам надо, у вас появится контакт. И вот представьте себе, что вы листаете, держите, не знаю, газету, вернемся на 10 или 15 лет назад, вы держите газету и прозвоните все стоматологии по городу, вот так вот, да, эту прозвонил, эту прозвонил и вздавил и вздавил и цену. Ну вот, ментально происходит следующее, когда он поговорил со всеми стоматологиями, а потом поговорил с этой стоматологией, после того, как мы задали ему 3-4 наводящих вопроса, получили на эти вопросы ответ, у нас получился некий диалог, и он запомнил, разумеется, не сказали ему цену, в любом случае, но обязательно говорили ему цену. Вот, представьте себе, что это же ситуация, он прозванивает стоматологию, и во время вашей стоматологии, когда он разговаривал, он водил вас в кружевоочек, так чего, ворки его рисовались, в лодочку рядом с вашим названием, понимаете? То есть, получается такая история, что вы ему как бы больше запомнились, и когда придет время, действительно, он примет решение воспользоваться именно вашими услугами. Так, это был второй вопрос. То есть, первый, почему? Больше комментариев, больше вовлеченность привлекает у других людей. Второе, мы можем ему эффективнее продать. Просто сказать цену, это не продать. Продать, это после какого-то, после течения какого-то времени спросить еще раз, да, то есть, вы подумали, вы приняли решение или нет. То есть, с одной стороны, вы можете думать, а, это неэтично, мне будет задалбывать мессенджер. Но, с другой стороны, если у бизнеса задача продать, то бизнес, ты уже оставил свой интерес. То есть, понимаете, что ценность человека, который спросил, сколько стоит, в тысячу раз выше, чем ценность какого-то любого другого человека в виде клиента. Следовательно, поэтому таких людей нужно не выпускать. Вот собрали 80 лидов, ну, лидов, да, то есть, обращений. Я не могу сказать точно, сколько из них было, в итоге стали в конечном результате клиента, мы купили услуги, но это было какое-то определенное количество. Была у меня такая интересная ситуация, история, один такой же пост, опять же вопрос, сколько цена, сколько стоит. И там, знаете, сколько стоит, ответили в директ, сколько стоит, ответили в директ, сколько стоит, ответили в директ, сколько стоит, ответили в директ. И какой-то человек пишет, да сколько можно отвечать в директ, почему вы не можете сказать, сколько стоит, ответили в директ. То есть все диалоги таким вот образом превращаем в общение, а там будем общение разговаривать. Так, это было два, почему мы переводим директ. И третий, почему там были еще версии какие-то. Больше комментарий, больше охват. Кстати, я даже не подразумевал этот ответ, но в том числе это тоже правда, да, чем больше навлеченность. То есть фейсбук как размышляет? Когда вы размещаете какое-то количество публикаций, фейсбук размышляет следующим образом. Если вдруг вбеззавтра какая-то публикация вызвала интерес, у них к этому увлеченность, клики, просмотры, шеры, комментарии, он думает, что это интересно. А публикация начинает показывать ему большее количество людей. Поскольку у меня мало времени, он мне показал, что у меня уже 5 минут, задам ему небольшую задачку. Вот представьте себе, что вы СММщик. Эта схема почему-то не прозвучала в микрофон. Вы СММщик. То есть вы работаете в социальных сетях, и перед вами стоит задача. То есть вас взяли на работу в вашу же компанию, да, вы. Другой, будучи шефом, да, это ваше альтер-эго. И вам сказали, вот тебе на социальной сети 100 долларов в месяц. Ну, предположим. Условно 100 долларов, назовем это 100 процентами, да, ну, допустим, 100 долларов. А поделите руку, у кого он на фейсбук, например, больше, чем 100 долларов в месяц уходит. Так, секундочку. Подняло, когда занимаются продвижением фейсбук человек 25, а когда спросил больше 100 долларов, 4 человека. Все остальные бесплатно. А вы сейчас повторите ли вы эту фразу после моей задачки, и вы посмотрите. Итак, из чего будет состоять наша трата на фейсбук? Она в основном будет состоять из двух элементов. Элемент номер один – это контент. То есть вы сейчас можете сказать, не знаю, есть смысл с моим почерком еще что-либо писать. Значит, вы сейчас можете сказать, «Так, секундочку, у меня контент бесплатный, я взяла телефон, сфоткала, да, или там, ой, я села, сама написала». Ну, секундочку. Во-первых, ваше время стоит денег. Согласны? Во-вторых, какую-то картинку вы все-таки заказали у дизайнера, заплатили ему 15 долларов, чтобы сделал вам обложку, или аватарку, или баннер, или вы тем более сняли видео, когда более серьезные, да, инвестиции. То есть вы понимаете, что контент бесплатным не бывает? Вы согласны со мной? Не бывает вообще бесплатного контента. То есть только контент, то, что вы постите на своей странице, свои тексты, которые вы пишете ночами, значит, чами-чами, значит, ваши картинки, дизайнеры видео, все, что есть, публикуется на вашей странице, то есть контент. Итак, эти 100 долларов, частично из них будет потрачено на контент, другая часть этих денег будет потрачена на рекламу. То есть сейчас Facebook работает по принципу телевизора, что я имею в виду? Вот, вы когда, значит, сняли очень крутой ролик, мега крутой какой-то, да, ну, типа, ни один канал бесплатно рекламный ролик, ни один канал бесплатно его не разместит, правильно? То есть канал скажет, заплатил мне денег за эфир. Вот, значит, что подобное делает Facebook, то, что вы разместили, и там ваших, там, 5% подписчиков или 15% увидело этот ролик, это хорошо. Вам же нужен отклик, вам же нужен какой-то результат, а не просто страница для галочки. Следовательно, вы будете тратить какую-то сумму денег на рекламу. Итак, как вы разделите это 100 долларов? Сколько из них вы потратите на контент, а сколько на рекламу, в вашей версии? 50 на 50. А, всегда появляется человек, который говорит 50 на 50, то есть, и притом, это человек обычно первый. Хорошо. Значит, первая версия 50 на 50. Еще версии? 90 на 10. 90 на 10. Это вы громкостью сейчас победили все остальные голоса. Потому что я услышал много версий, но ваше 90 что? 90 на 20. У тот человек, который сказал 90 на 10, он что 90? Контент или реклама? 90 на контент, реклама 10. 90 на контент, реклама 10. Есть, дальше. 20 на 8. То же самое? 20 на контент, реклама 80. Так, хорошо. Наоборот. 80 на 100. Наоборот. 70 на 30. Ага, я понял. 70 на 30 и 30 на 70. Давайте мы не будем писать 99 на 1, 98 на 2. Не будем так прописывать. Хорошо. Ну, тут в принципе есть большинство вариантов. Значит, чуть больше, чуть больше на контент, чуть меньше на рекламу, чуть больше на рекламу. Да, вот здесь чуть меньше на контент. Поробно. Значительно больше на контент. Я вам отвечу, какой ответ правильно. Хотя на самом деле не бывает правильного ответа. Скажем так, в большинстве случаев мой ответ, который я сейчас дам, будет подходить для большинства бизнесов. Современный Facebook не требует того, чтобы вы много опубликовали. То есть, вот это, особенно, мы порадовали одно из самого действий, извините, отвлекаюсь, Кишиневского. Буквально мне вчера рассказали историю. У него три пакета с продвижением. Ну, не было этого человека. Да, он занимается продвижением в социальных сетях Кишинева. Не буду называть его имя, разумеется, Костя. И у него есть три пакета продвижения. Пакет первый – две тысячи лей. Второй пакет – три тысячи лей. Четвертый пакет… О, третий пакет – четыре тысячи лей. То есть, две, три и четыре тысячи лей. То есть, за две тысячи лей у вас два поста в день, за три тысячи лей – три поста в день, за четыре тысячи лей – четыре поста в день. Это отличается его, как бы, сверхпредложение его, да? Костя молодец, но мы продолжаем. На самом деле, я являюсь ярым сторонником того, чтобы больше денег, разумеется, было на рекламу и меньше денег на контент. То есть, не надо делать вот этих ваших публикаций в день. И, кстати, вот эти люди, которых предыдущие СНН-щики вели там по пять раз в день, публиковали, и я вам говорю, ну-ну-ну, три поста в неделю. А он такой смотрит, как будто я вам сказал что-то. Сейчас, типа, я продам вашу машину. И он такой смотрит, не понимает вообще, в смысле три поста в неделю. Такой, типа, ты серьезно? Рилли? Я говорю, да, рилли. И он такой, ну, как бы, в смысле? За что я плачу деньги тогда, да? То есть, как бы, по ощущениям, мы должны чем больше публиковать, тем больше эффективность. На самом деле, не так, чем меньше вы будете публиковать контента. То есть, в количественном выражении, не в качественном, разумеется. Это я не говорю, значит, что можно, то есть, типа, сэкономить на контенте, это значит попросить свою дочку писать посты, да? А сэкономить на контенте, это значит уменьшить количество публикаций, сделать их более емкие, сделать их видео. Вот, например, в случае с инкодент, мы, или с альфа-диагностикой, про которую я говорю перед этим, мы делаем большой упор на видеоконтент, видеоконтент, разумеется, дороже, мы делаем посты значительно реже, и нет смысла в этих ежедневных... У вас же не происходят каждый день новости? «Ой, сегодня один раз человек пришел, узнал кровь!» Да, и, типа, об этом нужно рассказать на странице в Facebook. А остальные деньги, оставшиеся, мы разместим на рекламу. Если бы я в самом начале эту задачу... А я вообще не быстро говорю? Нормально, просто... Нормально, я просто... Амир мне постоянно напоминает, что мое время заканчивается. Если бы я в самом начале самому эту задачу только поменял и сказал, что я вам даю, ну, допустим, не 100 тысяч, ой, не 100 долларов, а 100 тысяч долларов, да? То есть 100 тысяч долларов я вам даю, и в медиа-социальных сетях снимите для телевидения ролик, рекламу, да, в вашей компании, то вряд ли вы бы думали, так, надо заказать Риану, Беонсе, Джей-Зи и потратить свои... Даже не хватит, наверное, эти 100 тысяч долларов, и, значит, и в эфир я один раз пишу, в эфире, там, «Доброе утро!» на РТР. И, значит, погоди вы, что вы подумали, нет, надо подешевле снять ролик, но там бы вы думали, то есть мы не тратим много денег, и лучше больше в эфир. То есть почему-то мы так воспринимаем как бы правильные решения, когда касается телевизора, на самом деле, когда касается Фейсбука, нужно принимать решения точно в таком взбухе. Я думаю, что... У меня было еще пару примеров, моя прекрасная презентация, которую уже все заспейлеры, но мы переходим к вопросам и ответам. Буду очень рад, если у вас будут вопросы. Я уже вижу первые руки. Да, давайте начнем. Друзья, давайте прежде... Есть такое классное умыска слово «аплауза». Я думаю, что не пугать людей весном, потому что уже 8 вечера, уже поздно. Можно снимать картинку на фишку? У меня было еще парочку там закладочек, ну, двух с ними. Давайте вопрос, да? Мы сейчас выбили первые. Секундочку. Можно? Да. Помните, сделаю в микрофоне, но он не работает. Очень хорошо. Здравствуйте, меня зовут Валентин, менеджер IT-проектов. Александр, у меня вам такой вопрос. Вот сейчас тренд вообще мировой, даже у большого брата, Google, Facebook и так далее, развитие искусственных интеллектов и нейронных сетей. Вот Facebook сам сейчас внедрил и создал у себя этот инструмент, как чат-боты, да. Они сейчас активно обведяются в бизнес-страницы, тестируются. Это недавно даже был у меня инцидент небольшой, но мы не в этом суть. Вот вопрос к вам. Внедряли ли вы этот инструмент? То есть какой у вас опыт внедрения, результат? И если да, то есть ваш мнение? Отличный вопрос, да. Внедряли. Мне кажется, микрофон отдыхает, а потом начинает говорить чуть-чуть, да? Когда я его начну. Внедряли, это очень круто работает. Приведу на два кейса, как мы это делали. Первое, мы это сделали для стоматологии. Значит, каким образом это сделали? Мы когда запустили рекламное объявление, тоже основанное на видео, только кнопочка была не подробная, которая вела на сайт, не там подписаться, не делайка, да? Она была начать общение, следовательно, отправить сообщение, и открывался мессенджер, и у человека сразу же было приветственное от нас обращение. Здравствуйте. И нам задавали вопрос. Мы так сделали прикольно еще для одного ресторана, которым сразу же обычно обращаются в ресторан, когда хотят забронировать столик. У меня была потрясающая история. В Киеве, я, значит, в один ресторан пришел в фейсбук, говорю, здравствуйте, забронируйте мне столик там на 7 часов вечера. Он говорит, позвоните по номеру. Я говорю, ребята, вы серьезно? Там, короче, космические корабли, вертикальная посадка на плавучую платформу, я не могу у вас в фейсбуке столик забронировать? Типа, анкерегидно справила только по телефону. Я говорю, ну позвоните по телефону и забронируйте. Типа, вы же видите мое имя, это же офигенно удобно. Человек видит ваше имя, он как бы потом, знаете, там по телефону еще ладно, тут в фейсбуке вообще можно спросить еще раз, ну что вы будете, или почему вы опаздываете? Сделали такое же, типа, хотите забронировать столик для ресторана? Хотите забронировать столик? Сразу приветственно, после нажатия кнопочки отправить сообщение. И еще одну очень крутую штуку, буквально протестировали, вот несколько дней назад запустили, она уже показала очень крутые результаты, чат-блок для одного диетологического центра, диетологического центра, центр занимается похудением, как видите, я не являюсь его клиентом, и значит на сайт, человек попадает на сайт, он листает длинный-длинный лендинг, где рассказывается про то, как можно похудеть, какие есть там супер предложения, условия, ролик и так далее, и где обычно место, чтобы оставить свой имейл, для того, чтобы потом получать имейл-рассылку, там была кнопочка, значит, написать в мессенджер, при нажатии на эту кнопочку, выскакивает одно окно о том, что бла-бла-бла, вам будут писать в мессенджер, человек нажимает окей, и оно открывается в мессенджере в фейсбуке, неважно, откуда он с телефона, либо с компьютера, значит, мессенджер и одно сообщение, приветственное сообщение, такой же принцип, как и письмо, и в этом сообщении была ссылка, приглашение на бесплатную, попробую, пробную консультацию, и так далее, в чем заключается здесь фишка, с одной стороны, какая разница имейл или мессенджер, разница огромная, потому что прочитываемый смс уже на 98%, а имейла там от 15 до 30, скажем, если еще не повезло, то есть все ваши письма будут доставляться, во-первых, во-вторых, человек мгновенно получает себе письмо, в эпоху современных развитых гаджетов, человек не... понимаете, то есть раньше там были графики, когда человек получает письмо, там, да, прочитывает, когда пришел на работу в 10 утра и так далее, современный гаджет, он мгновенно это получает сразу же себе в мессенджер, он сразу же видит, другое дело, что мы к письму немножко по-другому, моментально относимся, мы такие, типа, о, пришло письмо, надо сесть почитать, да, там, поудобнее, в этом случае, как бы, мессенджер, наоборот, он мгновенно сразу же, снова не нарисован, то есть он сразу же, как бы, отправляет все в личку, к чему это привело, сейчас еще рано мне говорить, с точки зрения конверсии в продажу, но я точно могу сказать, что в конверсии с обращения стало намного, намного больше, нам кажется проще, то есть когда даем e-mail, ну, такой серьезный шаг, то есть прямо, сейчас даем e-mail, а потом идешь, от них не отпишешься, а у нас уже как-то проще, ну, типа, пописал, пописал и все, вот, поэтому это работает очень круто, если для вашего бизнеса, это не для всех подходят, но если для вашего бизнеса подходят, обязательно экспериментируйте, и это очень круто работает, да, ты была девушка, была девушка, руку, а, это нормально, это микрофон слабенький какой-то, я знаю, что у тебя балазит больше, смотри, у нас осталось 5 минут, я буквально хочу тебе небольшой блиц, устройств, и передать микрофон, и у нас два вопроса, примите руку, кто пришел этот вопрос, это просто, привет, а не, а я, наверное, смотрел ролик с Дудем, что он сблик на Дуде, а сейчас смотрите Дудюк, мне просто интересно, а другие не поняли вообще о чем ты, понимаешь, что за Дудюк, это вообще ростом на руке, видите, в YouTube, Дудюк, это сейчас один из таких самых клевых интерверьеров, который ведет то самое, что в Глюзе, серьезно, что я, ладно, чтобы выпускать людей не будет, если они не будут знать, вот, просто, чтобы лучше было понятно, то, что ты говоришь, вот, прописать, вышел парень из Киева, говорит безумно быстро, и говорит какие-то очень интересные вещи, и откуда он это все знает, ты можешь, вот, буквально, быстренько отвечать, на мои вопросы, буквально в течение минуты, хорошо? Да. Сколько лет ты занимаешься СММ? Пять. Назови пять самых крупных клиентов, которыми ты занимался. Компания Visa, в трех странах, Казахстан, Азербайджан и Украина, компания OLX, это бывший сланд, это как три девятки в Кишиневе, да, только в Украине, клубы путешествий Михаила Кожихова, компания VNUKOVA, и сеть, ну там, ВNUKOVA вместе с ВNUKOVA outlet, ВNUKOVA жилой комплекс, ВNUKOVA это такой аэропорт под Москвой, а крупных это по чеку, или по... По масштабу сами, ну там крутые какие-то ребята, по масштабу, да, консультировал компанию КМД, клуб молодых бизнесменов. Смотри, классно, что заканчивается? За пять лет, с кого у тебя было, гневного СММ? Ну, не знаю, очень много. Примерно. 300. 200 клиентов? Да. 300 клиентов, которые привелся в Петербург, в фига себе. Хорошо. В каких странах ты консультировал? Ну, допустим, какие страны твои клиенты? Ну, сейчас США, Болгария, Мордова, Украина, Россия и Новая Зеландия. Это сейчас. Ну, из тех, которые клиенты, которые сейчас у меня есть. В принципе, из таких еще экзотических стран у меня была Африка, вся, Африка. Притом... И написали белые люди. Но женщины, к сожалению. Шутка. И... К сожалению. Значит... Так, не в ресторане уходи, пожалуйста. Вот вы шутели. Еще есть экзотические... Ну, Британия. Ну, как бы, то есть, в принципе, обычно, да. То есть, у тебя, можно сказать, в самом агентстве находится в Киеве, у тебя международный опыт. Почему так быстро говоришь? Откуда у тебя вот эта фишка? Потому что ты не сказал, что мне 30 минут. Если у меня был час, я бы говорил, медленнее. Хорошо. Круто. Вопрос на тебя. И еще вот на тебя. Дальше, скажу, что это 15 долларов. Пойдите. Отлично. На столе. Ты еще хочешь? Сумер, нет вопросов. Трой. Три захода. Бесплатный-бесплатный и Компинанский. А мне, внутреннее время. А, извините. Кстати, Серега, ты что-то на столе? Здравствуйте. Я Дрюстина. Я владелец Барбарбар. Шоуменом. Ученик. Доктория. Покрученик. Да. Вопрос у меня следующий. Я зарабатываю его с помощью СМА. Тоже, но... Я пользуюсь услугами СМА. Скажи, пожалуйста, чтобы развивать личность через инструменты СМА и развивать бренд, на что можно обращать больше внимания, на что нужно ставить глубокий акцент и на что... Ну, и что нужно играть, собственно говоря? Спасибо. Очень интересный вопрос. Тем более, что сейчас у меня есть несколько клиентов, и это становится все более интересным. Люди, которые приходят и говорят, хочу быть популярным. И часто подоплеку этого человека нет никакого бэкграунда. Ну, например, у меня был один из самых одиозных политиков Киева в клиентах какое-то время. У человека, у которого что такое одиозное, к нему очень негативное отношение аудитории. То есть, представьте себе, человек, который... Я не знаю, есть молодой человек, которого все не любят? Есть такой? Да. Вот. Вот представьте себе, что этот человек создает... Кстати, я видел его страницу в Facebook, и там огромное количество типа муцемеск и так далее. Ну, а там хуже. Там вообще все не любят. Понимаете, здесь хоть чуть-чуть любят, а там все не любят. И приходит человек и говорит, типа, цель до конца года сто тысяч, а на дворе ноябрь. И он такой говорит, типа, ну, сто тысяч подписчиков. Вот. Ну, как бы, этот из тех типов людей, у которых вижу цель, не вижу препятствия, и он мне показал три странички, которые... значит, он говорит, типа, как референс, то есть странички, которые ему очень нравятся. Говорит, хочу себе такие же. Три странички, там был Брэнсон, а там был уже покойный к тому времени Стив Джобс, то есть страничка фанов Стива Джобса, да, говорит, вот хочу такую, значит. И был мэр Лондона, по-моему, Джонсон у него фамилия, он сейчас, может, знаете, с длинной такой прической с светлыми волосами, он на велосипеде катается, да, вот он показал мне три странички, говорит, хочу такую же, учитывая стране, где его все ненавидят, и реально все, то есть, ну, там есть, из которых не видит половина, да, другая половина любит, вот, а это прям все, значит, ну, как показал опыт, большое количество денег, розыгрыши всяких призов в виде 10 пакетов по 1000 долларов, share и лайк, и показали, что 100 тысяч весьма реальная цифра, правда, потом отписка тоже была сумасшедшая к концу конкурса. Есть другие примеры, есть примеры, когда человек приходит, это буквально свежайший клиент, я сейчас им занимаюсь, не знаю, но я правда только в Инстаграме, то есть, он продвигает свой бренд лично именно в Инстаграм, он владелец самого дорогого фитнес-клуба в Украине и большой-большой компанией, которая занимается строительством, одна из самых крупных вообще компаний, занимающихся строительством в Украине, он как бы не столько владелец, сколько сын владельца, вот, и у него нет ничего, кроме денег, то есть, нет харизмы, очень часто деньги, они идут вместе с харизмой, то есть, что-что? Обязательно он не слышит, ну, у него просто нет харизмы. Нет, ну, как будто он этого не знает, он же себя видит в зеркало, вот, значит, у него, у него проблемы с этим, то есть, как бы, он скучный, понимаете, то есть, типа, там, ну, фоткается, короче, то есть, ну, как-то вот не цепляет. Очень часто деньги, они вместе с харизмой, то есть, при появлении одного, как-то второе подтягивается, не знаю, или возникает такое впечатление, по крайней мере, вот, что мы там приняли решение, что мы сделали для него, учитывая, что человек, как бы, неизвестный, то есть, персона, как бы, на умомент такая, у наших людей, в принципе, что у тех, что у этих людей, есть какое-то странное влечение, потому что, когда вы заходите на страничку какую-то, и видите, что там очень много подписчиков, у вас внутри возникает такое ощущение, о, столько людей подписалось, наверное, не зря, да, может, и место, может, что-то интересное рассказывают, как бы, реально, мы заметили, и протестировали это многократно, что если на странице большое количество подписчиков, особенно, это речь касается Инстаграм, то тогда та аудитория, которую ты привлекаешь, она активнее в это вовлекается. По поводу того, что я вам хотел посоветовать, да, вы просили несколько советов по развитию бренда личного, правильно я понял ваш вопрос? По развитию личного бренда, значит, надо вам подписчиков, такой вот банальный совет, вполне возможно, что их можно сделать каким-то нечестным путем, а после этого их просто заблокировать, удалить, но если речь касается Инстаграм, если речь касается Фейзбук, то нужно проявить себя, то есть, снимать больше видео, рассказывать какие-то истории, кстати, очень классный совет, будьте в чем-то экспертом, хотя бы в чем-то одном, то есть, вообще практика показывает такую историю, что как только человек берет на себя вот такой некий флажок, поднимает и говорит, вот в этом я разбираюсь, да, вот это будет, не знаю, минимальная, очень-очень-очень узкая ниша, вот вы умеете, не знаю, там, вкусно выбирать воду, и вот вы говорите, вот хотите вкусную воду, у меня есть как бы советы, как только вы станете хотя бы малюсеньким экспертом в своей малюсенькой ниши, и, кстати, если вы заметили, в последнее время очень много появляется таких псевдоэкспертом в технишах, но тем не менее, у них нет отбоя в аудитории, то есть, вы станете экспертом, к вам начнет подтягиваться эта история. Я, как-то, написал на своей личной странице в фейсбук небольшую историю про блокчейн, про майнинг, про... вы знаете, что это такое, я надеюсь, кто знает, что вообще вот эти слова, что я так уже назвал, биткоин, эфириум, отлично. Написал одну историю, просто как бы немножко разобрался в вопросе, написал одну историю, у меня в личке было, но я сейчас не совру, наверное, если скажу штук 5 обращений от разных людей, которые говорили, слушай, можешь проконсультировать, там биткоин сейчас будет дорожать или не будет, то есть, люди шли ко мне на совет, и я думаю, если я в конце этой истории написал консультация по криптовалютам 10 или 50 или 100 долларов, у меня были бы люди, которые ее купили. Просто станьте хотя бы в чем-то экспертом, или просто заявите, возможно, вы эксперт сейчас в чем-то, заявите об этом, и начните поддерживать эту мысль какими-то определенными публикациями, возможно, видеороликами, возможно, какими-то постами, давайте экспертную оценку каким-то событиям, которые происходят на рынке, если вы в этом, и расскажите про то, что, я понял, что у вас бар, да, какого-то, то есть заведение, вот, расскажите про то, почему определенные цены, если в каком-то баре, или цены какие-то на рынке, или почему так сложилось молдавская культура, общепиток, таким вот именно конкретным образом, расскажите про это подробнее, делайте это систематически, и аудитория сама начнем к вам подтягиваться, вот такой вот совет. Браво. Друзья, я вам делаю еще несколько объявлений, если вы позволите, у меня на этих выходных, то есть вот буквально послезавтра стартует двухдневный тренинг в Кишиневе, он будет длиться два дня, суббота и воскресенье, что такое тренинг, то есть то, что было сейчас, это, так скажем, показательное выступление, я как Валерий Леонтьев, такой вывышен, даже золотые номера, а вот в субботу и воскресенье будет именно тренинг, где мы будем работать, мы будем разбирать то, что нужно делать в Facebook и в Instagram, будем конкретно брать и две социальные сети, кстати, Instagram показывает самый высокий рост из всех социальных сетей. Значит, как продвигаться, как создавать фрагменты бренда, какие правила оформлять, это все будем делать руками, это будет очень насыщенно, с такой вот скоростью, как это было только что последних 30 минут, и с глубоким вовлечением всей аудитории. Идей будет немного, поэтому это будет очень интересно, если кому-то из вас интересно будет в дневный тренинг, то выведите либо комментарии, либо к девочкам, вот сзади девочки КМБ, буду безумно рад вас увидеть. И в понедельник у меня будет воркшоп, он будет длиться всего 3 часа. Что такое воркшоп? Если тренинг вы приходите и слушаете, да, там, директорически записываете, то воркшоп вы приходите с ноутбуком, с конкретной задачей, значит, смотри, вот сюда. И мы пытаемся эту задачу решить. У вас, как я в самом начале, я с этого начал, я сказал про то, что в социальных сетях очень быстро и легко можно достигнуть каких-то результатов. Вот для того, самого простого результата. Сделать блюд какого-то поста, значит, разместить какую-то рекламу, и вот какие-то уже лиды пошли или какие-то заявочки в продаже. А масштабировать это, как бы, не так-то легко. То есть, получается следующая система. Если вы сможете в социальных сетях выработать сами для себя, зашить определенную воронку, то есть, что значит воронка? Да, вот при их инвестициях, например, при инвестиции 100 долларов в социальной сети, вы получаете, ну, то есть, 100 долларов приблизительно, там, равно, не знаю, там, 50 тысяч показов, ну, приблизительно, в Кишиневе. Принесите 100 долларов, вы получили 50 тысяч показов вашего объявления, из этих 50 тысяч показов вы получили уже 180 обращений, из этих 180 обращений 40 звонков и 3 клиента. Ну, предположим, да? Вот если вы сможете, а мы будем с вами заниматься именно этим, мы как раз разработали воронку для своего бизнеса для социальных сетей, и как мы до этой воронки будем идти? Если вы сможете довести свой бизнес до той ситуации, когда вы знаете, что при инвестиции 100 долларов получите 3 клиента, у меня к вам будет только 2 вопроса. Первый, вас это устраивает? Если у вас клиент с высоким средним чеком и вам достаточно нормально за 100 долларов получить 3 клиента, то все, что это остается сделать, это масштабировать эту сумму 100 долларов приводить в 1000, да, и 3 клиента приводить в 30. А если вас не устраивает эта воронка, что при 100 долларов инвестиции вы получаете 3 клиента, то тогда лучше нужно дать в эту воронку. Либо неправильный здесь объявление, либо неправильный сайт, на который они попадают, либо плохой продажник, возможно, все три проблемы сразу, притом, скорее всего, да, а возможно, проблема конкретно с товаром, такое тоже бывает, ну, или с продуктом, который вы продаете. В общем, на воркшопе будем заниматься этим, будем разбираться в рекламном кабинете, настраивать все это запускать, и буду очень рад вас видеть, и спасибо большое за внимание.